Первые сотовые телефоны заявились в продаже в 1983 году. Этот узор больше поздний, в 1994 году. Не в каким интернете тогда и размова не шла. Добро, когда на таким аппарате отремливался просто потелефоновать. В час занятков, корыстаться сотовыми телефонами в 24-й Гомельской средней школе заборонено категорично. У специальных сейфов их никто не хавает, а если потелефоновать, то отказать на звонок не отремается. У администрации школы погаджаются. Прогресс не спынить и полностью заборонить выкоростание сотовых не отремается. Олег Алисёня телефоны проносит на вот дети из подракторской группы. Это уже явный перебор. Дети приходят к нам в субботнюю школу будущих первоклассников, где мы готовим их уже к поступлению в школу, где психологические занятия с ними проходят. И даже на два часа, которые приводят их в субботу родители, даже умудряются дать детям телефоны именно и на эти занятия. Для того, чтобы батьки могли потребовать совесть с детьми, подчас их находжения в школе, дорослым поведомили номеры сотовых телефонов у наставников. В вынику неких позаштатных ситуаций можно свернуться до их. Правда, полностью вернуть детей в реальный свет отремливается не завсёдым. Подчас перепынка у мобильных телефонов заявляются у руках больше всего тнёв. Остальные кажут, что в такие хвилины отчувают себя не вельми утульно, а вот поразмовлять не мазки. Для игр и для звонков родителям, когда пришёл из школы и ушёл из школы. Я звоню родителям, иногда играю. Большинство детей бавят сейчас за мобильными гульнями. Выход в интернет им просто недоступный. Да и пароль от Wi-Fi в общем не поведомляюсь. По назираниям наставников, как полностью вернуть детей из виртуального света в свет реальный, необходимо, когда одного три дня. Тогда школьники отвыкаются от постоянного коррестания сотовыми. У вогули проблема оказалась настолько актуальной, что школьный узорный аматорский танцевальный коллектив навык просветил её специальный номер «Свет вокруг нас». Фабула, заразумелая, без слов. Подчас поездки у автобусе молодые люди настолько захоплены своими мобильными, что не бачат ничего на вокал. Автобус ломается у места, где не ма интернету, и под летком открывается зусиб инший свет. А ли машину гудко ремонтует, и на вогулия прогожусь со спевами птушек, зноу позабытая, молодые пассажиры вернулись в виртуальную простору. Телефоны, интернет. Дети очень много уделяют этому внимания. Поэтому наша задача была показать, что есть ещё что-то более красивое в мире, чем интернет, и более интересное.